Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов продолжает поездки по республике. Сегодня состоялся рабочий выезд в Адыгихабльский район. Он провел прием граждан, посетил в районном центре спорткомплекса «Срука» и оценил строительство новой дамбы. Репортаж Альбины Ламковой. Капитальный ремонт дамбы на реке Малый Зеленчук в ауле Адыгихабль длиной 2,4 км начался в 2022 году. Строители провели работы по гидротехническому объекту досрочно. Теперь дамба будет служить гарантом от подтопления населения и позволит предотвратить ущерб от возможного паводка в размере 1 миллиарда рублей. В нашей республике несколько дней идут ливневые дожди, а где-то и с градом. На реках подъем уровня воды. Воды и хабли незначительны, на полметра. Но даже при увеличении этой цифры население спокойно. Дамба укреплена. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов лично убедился в этом. Ранее в период дожди люди переживали за свои домовладения. Зона возможного подтопления составляла более 50 гектаров. На ней расположены и объекты инфраструктуры населенного пункта. Ремонт реализован в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Рашид Темрезов на месте дал поручение сделать широкий тротуар для пешеходов и облагородить территорию. Затем делегация через парк направилась в сторону районной администрации. По пути глава Карачаева-Черкесии осмотрел многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Срука». В это время в спортивном зале шли тренировки. Борцы с удовольствием демонстрировали гостям умение выполнять приемы. Руслан Лахов и Ясин Казаков совсем юные. Но спортом занимаются серьезно. В копилке с медалями есть призовые места. А что нужно для победы? Тренироваться, учить приемы. Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом мира. После на пути в администрацию, осмотрев территорию благоустроенного парка, делегация во главе с Рашидом Темрезовым направилась на встречу с населением. Вопросы от жителей района касались самых разных сфер. Решение некоторых из них возможно только совместно с властью. Чтобы дать ответы и оказать необходимую помощь и содействие, на место встречи пригласили руководителей ведомств. Я являюсь отличником учебы и воспитываюсь на газетной семье. У меня, естественно, есть мечта поступить в медицинский институт и стать самодологом. И в период летних каникул хотелось бы как-нибудь укрепить свои знания об области химии и биологии. Можете обратиться и как раз программа химия и биология, это есть биотехнология, программа, начинает функционировать с 22 июня. Эльдар Карданов остался довольным ответом на обращение. Будет готовиться к отъезду на учебу в Центр дополнительного образования детей в Черкесске. Готов ты в Черкесске жить это время. Там хороший кампус, я там был несколько раз, там, скольки разовое питание? Пяти разовое. Пяти разовое питание, хорошее столовое, спортом в свободное время можно позаниматься. Евгения Арзалиева – многодетная мама, у нее четверо детей, двое из которых – инвалиды. Пришла на встречу с надеждой решить вопрос о повторной операции ее сыну. Диалог состоялся. Евгения довольна подходом к решению своей проблемы. В течение пяти дней, даже сегодня, уже будут решать мой вопрос. Первая операция пришла успешно. Хорошо и бегает, и все, там, ручки. Ну, все равно еще видно, что ДЦП ребенок, когда смотришь. А сейчас чуть-чуть осложнения пошли после Нового года. И хочется, чтобы опять нормально сделали ребенку. Но, сказали, после этой операции, вот, ребенок будет нормально и ходить, и осанка восстановится. Выслушали не только просьбы. Были предложения жителей района по благоустройству общественной территории. Также озвучили проблемы с газификацией спортивного зала в ауле Абазахабль. Работает он два года после реконструкции. Ранее в этом здании был клуб. Сейчас тренируются дети. Тренирует наших детей Иона Врахима Бубикирович. Зал функционирует очень активно. Дети занимают призовые места не только в республике, но и выезжают за пределы республики. Это в Москву ездили. У нас дети заняли первые места. Глава обещал нам выполнить нашу просьбу в самые кратчайшие сроки. И не только с газификацией помочь, но и с косметическим ремонтом спортивного зала. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Адыехабльский район.